По словам свидетелей, потасовка между Дмитрием Исраиловым, жителем дома номер 7, корпус 1 на улице Черновицкой, и Артемом Тульским, представителем подрядной контролирующей организации фонда капитального ремонта, произошла в подвале жилого дома. Здесь они не сошлись во мнениях по поводу выполнения капитального ремонта системы горячего водоснабжения. Дмитрий высказывал контролирующей организации в лице Тульского свои требования. Меня не устраивает крепежный элемент вот этих труб. Причем об этом было и в понедельник сказано, что устранят. Вот изоляция, обратите внимание, покраску устранили, манометры, вот я вижу, не стоят. Где манометры не стоят? Вон манометр не стоит. Вон манометр не стоит. Он должен стоять. Если врезка есть, значит манометр должен стоять. Ну, по мелочи, то, что Дмитрий говорит, мы это не отказываемся делать, мы это все сделаем. В этот раз Дмитрий обозначил претензии подрядной организации, которая занимается капитальным ремонтом ГВС в этом доме. Драка же произошла 16 марта. Тогда здесь также присутствовали исполнители. По словам свидетелей, спор о недоработках перерос в нецензурную брань, после чего молодые люди набросились друг на друга. Слово за слово, Дмитрий сказал на Тульского, что он матерным словом. Они как бы сцепились, я их разнял. Потом они на улицу вышли, все нормально, разговаривали. Я сказал, ребята, я тогда уезжаю, у меня авария была, на аварии уехал. Они все хорошо, там стоялись, улыбались и все остальное было. Свидетели говорят, что ситуация обернулась плачевно во многом из-за того, что Дмитрий требовал от подрядчика выполнения работ, не входивших в план по ремонту ГВС. Дмитрий говорил одно, что надо было здесь поставить дверь. Естественно, у нас если смете нет, мы делаем ГВС, мы двери никогда не устанавливаем. Там вопросы были, замечания по водосточке. Здесь у нас, как сейчас видно, тогда было УТП запущено, все работает. Кроме того, Дмитрий указывает на то, что в будущем обслуживание индивидуального теплового пункта, установленного в подвале, будет очень проблематичным, поскольку к нему будет трудно подойти. Несмотря на то, что после драки Артем и Дмитрий нашли общий язык, Исраилов решил вынести проблему на обсуждение. Почему вообще весь шум пошел? Потому что люди малоактивны и не принимают никакого активного участия в капитальном ремонте своего дома. Мы за это платим деньги и мы не имеем права спрашивать с исполнителями, а мы имеем право. В результате перепалки Артем нанес Дмитрию два удара. После этого у Исраилова обнаружили перелом носа, сотрясение мозга и перелом орбиты правого глаза. Он прошел через множество медицинских учреждений. Трампункт на Чикала. Чикала меня отправила в ОКБ. В ОКБ сделали МРТ, нейрохирург и еще кто-то меня смотрел. Потом лороотделение 11-й больницы вправили нос и Симашка. В связи с карантином в лечебных учреждениях на данный момент Дмитрий лечится дома, регулярно посещая специалистов. Артем Тульский отказался комментировать этот вопрос. В данный момент наша редакция ожидает официального ответа на запрос от Фонда капитального ремонта. Мы будем следить за развитием событий. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».